Исцеляющие песнопения, препараты с омолаживающим эффектом, чудодейственные ритуалы и ряд других уникальных услуг предлагали мошенники жителям Ненецкого округа. В итоге доверчивые граждане только в 2016 году перевели аферистам более 2,5 миллионов рублей. В основном жертвами преступников становились пожилые люди. Именно для них во Дворце культуры Арктика депутаты собрания депутатов Ненецкого округа и сторонники партии «Единая Россия» провели совместные заседания, главной темой которого стала защита старшего поколения от мошеннических действий. Жительница Наринмара рассказывает сотрудникам полиции, как стала жертвой телефонного обмана. 15 декабря прошлого года на стационарный телефон ей позвонил якобы сын и сказал, что в результате ДТП он сбил женщину, которая в настоящее время находится в больнице, и у нее сломаны ребра. За 50 тысяч рублей потерпевшие и псевдосотрудники ГИБДД готовы были простить виновника аварии. Он говорит, трубку не вырзайте, я буду вам все звонить. Я говорю, я не знаю, что где-то потерялась, не знаю, у меня где и деньги. Потом я нашла, пришел парнишка, парнишка лет назад 15, ну 15-15 такой. Ну и я ему передала. В итоге преступникам пожилая женщина передала 15 тысяч рублей. Ваш родственник попал в ДТП – это один из самых распространенных и действенных способов мошенничества. Ведь именно в такой ситуации срабатывает эффект неожиданности и психологической атаки. К сожалению, это не единственный случай, который произошел в Ненинском округе. Только за 12 месяцев 2016 года на территории Ненинского округа было зарегистрировано 104 факта преступных посягательств. 69 из них – это телефоны и мошенничества. Суммы, которые жертвы переводили преступникам, колеблются от 10 тысяч до более миллиона рублей. Впрочем, поражают не только большие суммы, но и фантазия самих аферистов, которые за немалые деньги предлагают различные виды услуг. От омолаживающих процедур до высококвалифицированной магической помощи. И эти случаи происходят практически ежемесячно. Несмотря на многочисленные предупреждения, пенсионеры продолжают попадаться на уловки мошенников, переводя не десятки, не сотни, а миллионы рублей. В период времени с 21 апреля по 7 августа 2015 года женщина, тоже пожилого возраста, перевела денежные средства неизвестным лицам в общей сумме миллион четыреста тысяч рублей, якобы за услуги экстрасенсов, психологов и иным лицам, оказывающих моральную поддержку в стрессовых ситуациях. Склонность к стрессовым ситуациям, доверительное отношение к незнакомым людям такими качествами обладает большинство пенсионеров. Именно поэтому чаще всего жертвами мошенников становятся люди пожилого возраста. Понятно, что преступники ищут пути наиболее легкого обогащения. И получилось так, что соединение вот этих новейших технологий плюс небольшая грамота техническая наших людей пожилого возраста делает такую достаточно благодатную почву для таких преступных действий. И вот такая уже традиционная доверчивость северян, она делает их такими самыми простыми жертвами вот этих преступных действий. Поэтому мы хотим как-то предупредить эти преступления, предупредить людей и таким образом их вооружить против таких подходов. Подобные преступления, по словам сотрудников полиции и прокуратуры, раскрываются очень сложно. А значит, вернуть средства, переданные мошенникам, практически невозможно. Ведь все звонки в основном совершаются из других регионов, где так называемые колл-центры располагаются в местах лишения свободы. Именно оттуда звонят заключенные, представляясь врачами, целителями, фармацевтами. Какая есть проблема? Сейчас есть указание от следственного департамента, МВД. Уголовные дела эти не пересылать. То есть мы, коллеги находят, что звонок, допустим, был из, грубо говоря, Новосибирской области. Ну, по идее, мы должны переслать дело, чтобы уголовный розыск Новосибирской области озадачился и посмотрели, откуда был звонок, установили чей-то телефон, пришли в эту зону, отработали оперативно, и итог такой, что нашли лицо. Раньше так это и делалось. Почему такая практика была? Сейчас мы устанавливаем, благополучно здесь делать и останавливаем. И расследовать нужно там, где живет это лицо, либо где деньги эти сняли. Чтобы не стать жертвой преступников, представители прокуратуры, окружные депутаты и сотрудники полиции еще раз напоминают жителям округа. Если вам звонят незнакомые люди и предлагают купить какой-либо товар или сообщают вам о несчастном случае, произошедшем с вашими родственниками, при этом требуя денежные средства, просьба сообщить об этом в полицию по телефону 02. Любовь Пермяков, Владислав Носкин, Телеканал «Север».